Продолжение следует... И мне там поставили биполярку, хотя ШИЗУ не отрицают. Биполярное расстройство это когда типа у тебя настроение скачет и из-за этого у тебя возникают трудности. Замечательно. В общем, я там проходила тесты и мне поставили биполярное. Классно. Классно, блин. Спасибо. Чем дольше живу, тем больше всяких болезней наживаю. Короче, мне выписали зилоксеру. И я все-таки снялась с сироквеля, с квиттиопина. Это одно и то же. Склафронила, из-за которого я без сироквеля не могла уснуть. Теперь я могу уснуть без лекарств. И в принципе у меня вот остается так. Немножко зилоксеры. Эй, пофиг. Пускай лежит. Выписали. А я нафронил как антидепрессант вместо клофронила. Хотя это одно и то же. Но я его не пью. Потому что мне уже как бы по состоянию внутреннему, мне уже не нужны антидепрессанты. Потому что я держусь на зилоксере. Вот. И вроде как все нормально, кроме веса. Вес немножко ушел после того, как я с сироквеля слезла. Обхват моего живота уже не составляет 100 сантиметров. Чуть поменьше. Но все равно на этих таблетках я как-то очень-очень-очень не худею. Надеюсь, что они теперь берутся. И на ночь мне приписали феназипам. Феназипам. Вот он. И в аптеке не было по миллиграмму. Поэтому я взяла по 0,5. Если честно, если честно, я хочу вообще с этих лекарств уже наконец слезть. Мне надоело. Мне надоело тратить на это деньги. Я не могу ходить на вокал. Я не могу в каких-то моментах чувствовать себя нормально. То есть я принимаю пока только зилоксеру и феназипам иногда. Но его часто нельзя принимать. Потому что на него подсядешь и уже без него не сможешь уснуть. Вот. Сейчас мне надо некоторое время не принимать зилоксеру. Врачу я об этом не скажу. Давайте это будет наша с вами маленькая тайна. Зилоксеру все равно кончится. Я ее выпишу, конечно же, и я ее приобрету. Но недельку я постараюсь посидеть без нее, чтобы осознать, какие ощущения она у меня все-таки убирает. Я понимаю, что у нее эффект накопительный. Так же, как у остальных нейролептиков и транков и прочего, прочего, прочего. Но, блин, серьезно, я хочу узнать, что именно она у меня убирает. Такие дела. Потому что врач, как таковое, мне этого не скажет. Потому что у меня был большой-большой клубок вот этого вот всего. И мне надо от одного врача собрать все бумажки, которые он выписывал, собрать диагноз и нести к второму врачу. И там уже в той карте, в которой он завел все это вносить, писать. И это такой геморр. Ну, реальный геморр. А к нам пришла былка. Былка к нам пришла на 5 минуток. Не на 5 минуток, что ты у тебя носу? Вот, у меня еще, короче, кошка приболела, да? И мне ее надо тоже везти к ветеринару. Но это так, это отхождение от темы. Что сейчас я испытываю? Я сейчас испытываю жестокое желание чем-нибудь заняться. То есть я хочу поработать руками. Я хочу сделать какую-нибудь кофту. Я сделала маску, которую я буду потом расписывать акрилом, когда найду пуговицу и приделаю пуговицу. Сейчас даже вам маску покажу. Вот такая вот у меня маска. То есть она вот так надевается. Это шнурочек, который закрепляется сзади. Вот так вот. И на зиму, на зиму... Раньше я делала как раз такие маски на зиму для того, чтобы не мерз нос, не мерз подбородок, не обветривались губы и прочее. Но я ее еще буду расписывать. Потом я сделала, по крайней мере, начала делать. Начала делать вот такое вот гоблина. Я не знаю, вы, наверное, не увидите, даже если я поднесу и на нем все-таки что-нибудь сфокусируется. Сфокусируйся. Короче. Короче, мне надо приобрести к нему шерсть, делать шерсть к нему, его набить синтепоном. Потом у меня валяние, куча всего, куча всего. И, понимаете, я берусь за что-то одно и через минут 10-15 мне это надоедает. То есть, да, у меня есть такой паниакальный подъем. Кстати, надо записаться к врачу, потому что он как раз говорил. Ты приходи, когда у тебя будет вот такое состояние маниакальное небольшое. Вот. Потому что он что-то еще пропишет. Короче, надо к нему еще раз записаться и еще раз сходить. Я это буду делать, наверное, на следующей неделе, если смогу к нему записаться. Если я не смогу к нему записаться, ну, что ж, тогда, 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 тогда я приду к нему просто вечером и буду сидеть с остальными людьми. Буду ждать своей очереди без очереди, без записи. Будь-ка, будь здорова. Также у меня есть в продаже несколько уагов. Я рекламирую себя, пока могу. Не осуждайте меня за это, пожалуйста, не осуждайте. Я надеюсь, что я сейчас сниму еще какое-нибудь видео. Надеюсь, еще что-нибудь сделать. Что-нибудь быстренькое. Как раз сейчас уагирую еще одну куклу. И ко второй кукле я просто тупо шью костюм. В общем, от дилоксера у меня маниакальное состояние. Вчера я ее не принимала. Пришлось принимать... Финзипам. Есть еще финзитат, да. Это аналог. Вот. Пришлось принимать финзипам, чтобы уснуть. Хотя это очень странно. Я больше не хочу находиться в таком состоянии. Потому что вы сами понимаете, вы сами должны понимать, что от этого состояния больше негатива, чем чего-то хорошего. Так что я вам, наверное, буду еще рассказывать по ходу дела про биполярное расстройство личности, которое сейчас модное. И, возможно, если я смогу раздобыть заключение врача, я вам тоже и по шизофрении заключение врача покажу. И по биполярному расстройству заключение врача покажу. Просто они на руки мне это не выдают. У них остается это тупо в этой книжке. По улицам убивает животных или людей. Меня не надо держать в психушке. У меня домашнее, так сказать, лечение. Я на домашнем лечении. Я более-менее адекватный человек. Ну, не совсем, конечно, да? Иначе у меня, скорее всего, не было бы таких диагнозов. Но проблема в этом. Проблема в том, что не выдают мне на руки сейчас. Может, в будущем выдадут. Я надеюсь, выдадут. И всем, кто говорил, что типа вот у тебя этого нет, ты себя накручиваешь, себе все придумываешь, манни-диагнозы. И, ребят, я никогда не ставила себе диагнозы и не буду ставить. Просто я пытаюсь понять, что со мной по внутреннему состоянию. Я пытаюсь прийти с собой в гармонию. И если эта гармония будет достигаться даже методом приема таблеток, я надеюсь, не на всю жизнь, да? Потому что на всю жизнь это очень сложно, очень неприятно и, блин, очень дорого. Как бы это цинично ни звучало. Вот. Но просто хочу поправить свое состояние. Если мне врачи говорят, что у меня это, почему у меня, ну, должно рождаться какое-то внутреннее, внутреннее, внутренний конфликт даже, наверное, что типа они мне врут. Что они пытаются на мне навариться. Я же даже не в их аптеке покупаю. Может быть, конечно, да, может быть такое, окей. Но я для этого перестаю принимать таблетки. Я для этого перестаю принимать таблетки на некоторое время, чтобы понять, что лекарство действует или что лекарство не действует, или что это вообще лекарство мне не подходит. Хотя, не подходящее лекарство можно узнать как раз по набору веса, или по состоянию, или по тремору, и по прочим подобным симптомам. Вот, кстати, еще прошу прощения за то, что я не включаю гирлянду, но настроение не праздничное, не праздничное. Я надеюсь, вы меня поймете и не станете осуждать за то, что, ну, по-хорошему я просто пытаюсь понять свое состояние. И я хочу помочь другим людям, во-первых, понять то, что чувствует человек с такими заболеваниями, если они есть. А, они у меня поставлены. Значит, наверное, они есть. И людям, которые имеют такое состояние, что с собой делать, какие могут быть эффекты от того или иного лекарства. Это разве плохо, скажите мне? Разве я делаю что-то плохое? Напишите об этом в комментариях. Еще, кстати, вот я сейчас затрону еще две темы, которые вообще не по этой теме, да, но просто мне пришло в голову, а значит, я должна озвучить. Короче говоря, у меня накрылся Ask.fm. Если вы хотите задавать какие-то вопросы, вы можете задавать их ВКонтакте или в Инстаграме, но ставьте в конце смайлик кошку, ну, либо обычную кошку, либо вот эту уливающуюся кошку, короче, да, смайл. Чтобы я знала, что вы хотите, чтобы эти вопросы я озвучила в видео с вопросами. Ну, с вопрос-ответ, короче, вот это вот видео. Если вам это, конечно, нравится, об этом тоже пишите в комментариях, потому что мне нужен отклик от вас. Мне нужны даже не оценки, хотя поставьте оценку, если вам не жалко, потому что это просто один раз нажать на кнопочку на мышке, кликнуть на мышке по лайку или дизлайку. Вот, и обязательно оставляйте свои комментарии. И вторая тема, то, что извините меня, пожалуйста, за то, что я так обленилась, я именно обленилась на этих таблетках. Я даже не знаю, какое видео снять. Я доснимаю видео про балахон, про то, как я его делаю. Я сделала уже, знаете, что я уже сделала? Я сейчас покажу. Я сделала вот две такие штуки. Это на плечики, на плечики балахона будет пристегиваться. Но я пока не нашла эти кнопочки в продаже. Я их обязательно найду и сниму, как я их туда, короче, вмонтироваю. Вот, и надо зайти в магазин с занавесками, посмотреть большие, именно большие кружева, чтобы доделать рукава балахону, потому что я его именно из-за этого не могу доделать. И да, простите меня еще раз за мою лень. Я постараюсь больше так не делать. Постараюсь хотя бы одно видео в неделю выпускать. Но если вы видите, что, ну, уже прошло где-то дня три с момента того, как я не выпускала видео, попробуйте мне подкинуть в ЛС, ВКонтакте, в Инстаграме, можно даже в Фейсбуке, тему, на которую я могу снять видео. Я могу снять абсолютно любое видео, включая обзор, правда, это будет очень странно для меня, очень ново, но я попробую. Я всегда открыта новому, извините, я затронула петличку. В общем, на это время я пока что выговорилась. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, все как обычно. Будьте здоровы, не ленитесь, как я, не будьте ленивыми задницами. И всем пока!